замечательно запись у нас имеется музыку мы тоже включим чтобы не было скучно чтобы не сидеть просто не втыкать отлично ребятушки приветствую всех друзья ребята кто там еще смотрит мои видео мы вообще давно с вами не виделись я не знаю два месяца прошло а вы обо мне помните написать и каждый день в телеграме по 30 сообщений вадим где видео спасибо ребята всем спасибо значит сегодня мы затронем очень важную тему очень важно я сегодня подарил для вас но такой смачный материал просто ну ваша фляга будет отлетать сразу же как только вы его будете рассказывать кому угодно просто снесет все мы короче отборный как газ природный материальчик для вас записал ну вы уже сами знаете что начнем с самого начала я расскажу сейчас я мужику притушу бой это ну невыносимо просто я не знаю у меня башка уже раскалывается короче смотрите я вам такой сценарий написал достаточно объемный на 4 страницы просто 4 у такого пейджа альбомного как бы реально я записал название как работают все текстурные карты ну под видом все текстурные карты под этим словом все как бы я вам конечно же не буду рассказывать как работают всем не больше делать нечего реально как сидеть в субботу вечером сейчас вот эти уже 19.00 записывать сидеть про все текстурные карты скажите вам оно надо знать что такое band normals или что такое группа иди короче я вам не буду про это рассказывать я вам расскажу только про те карты которые вот реально мне будут интересны и которые вам тоже будет интересно которые вы будете использовать чаще всего в своих работах и не только в своих работах в чужих работах вы будете их использовать где угодно карты есть какие есть игральные а есть и бои карты а есть те карты которым мы экспортим то есть это текстуры которые уже идут в движок непосредственно я не знаю я успею наверно вам рассказать за 20 или 30 минут что это как работает я еще хочу на монтаже там картинки добавить вот там нормали с игриком вывернутым с наизнанку не наизнанку вот это все дело вам показать чтобы вы не сидели глазами вот так вот не хлопали и ушами не щелкали расскажу вам про бай карты и про карты экспорта из substance painter вот поставить как можно быстрее сколько я уже записываю две минуты ребята а мы только вступление записываем ну ё-моё у меня не было два месяца может и послушать конечно короче до бай карты их достаточно много и больше в любом случае чем карта экспорта погнали первая карта это у нас идет туз карта нормал запекаем ее ну в основном запекаются марма с этих кто не разбирается как запекать у меня у меня вот здесь вот прямо здесь на шкафу короче сейчас всплывает подсказочка и вы можете ознакомиться с данным видео материалом он там идет сколько 40 минут где я рассказываю как запекать будут вопросы обращайтесь ко мне но вряд ли у вас эти вопросы будут короче занимаемся начать дальше карта нормальный да я сначала перечисли просто все карты потом расскажу какая ну какая из этих карт за что отвечает чтобы вам было понятно хорошо значит карта нормальный дальше карта world space normals дальше позицию к врачу тикнес ну еще мы затронем эти вот эти к вити икон и конвексити икон к вити тоже расскажу вы их вряд ли будете использовать где-то на самом деле ну что я их использовал но два раза и твой я мог бы их вообще не использовать там я расскажу короче прикол как можно их извлекать из курватуры в общем ну вы сами все понимаете и ambient occlusion материала иди и альфа маска супер это все бои карты которые ну в основном и типа это карты которые вы будете использовать практически всегда когда будете запекать расскажу про карты экспорта карты экспорта это достаточно ну такие карты которые на экспорт сразу вот так вот поставляются и увозятся есть несколько видов карт экспорта ну короче это пайплайн это металли крафт нас и спекуляр глосс нас конечно же ребята куда вы куда мы денемся без металл рафа или спик глосса и давайте начнем по порядку вот у металл рафа идет как бы вот я я себе выписал пять карт 5 карт которые идут металл рафе на экспорте это без колор это металли крафт нас ambient occlusion и нормал ну ну это мы без учета и мишина там без учета еще там какие есть карты дополнительные да там маски всякие мы это не берем в учет потому что карта и мишина в основном это обычная маска черно белая которая в движке подгружается и там по этой карте на белых пикселях начинается светиться мы это никак не экспортим отдельно но можно конечно за их мы точнее экспортим отдельно но можно за за экспортить вместе с основными текстурами но это будет очень редко у вас случаться так что я не буду про это рассказывать короче да бейсколлер металли крафт нас а о и нормал что касается спек глосса это диффуз спеклер глосс нас а но тут получается нет 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 три потому что я выписал себе достаточно больше потому что тут а ложкой нормал тоже как бы спеки учитываются так что это диффуз спекулер глосс нас а о и нормал тоже 5к от ребята вот так вот я вас надурил просто лапшу на уши повесил но потом все сам расхлебал так что вы пожалуйста на меня не серчать реально погнали дальше я вам сейчас перечислил все это дело я надеюсь я на монтаже не забыл это все прикрепить момент того как это буду все рассказывать да рассказываю теперь что что это за карты зачем они нужны можно ли их не запекать нужно ли запекать погнали вот в том списке который я сейчас вам перечислил да до этого минуты три назад я сейчас расскажу по очереди за каждую карту нормал мап нормал мап это ну это самая важная карта которая запекается на этапе то есть сначала она печется а потом пекутся все остальные если мы сначала запечем там ambient окружен например то нормал мап уже будет не нормал мап это уже будет ну шняга полная короче перепекать полностью вы ребята с этим лучше не шутите поэтому нормал мап идет на самом первом месте абсолютно она отвечает за детализацию с она отвечает короче она переносит детализацию с с хай поле на лоу поле выхнились пиздец конечно какой-то значит нормал мапа переносит детализацию с хай поле модели на лоу поле модель хай поле модель мы можем ее скульптить можем ее там делать подсоблив это неважно например у нас есть фаска какая-то да такая прям закругленная это отлично вообще я рад за вас что у вас она есть но мы же ее не сможем закинуть движок мы будем делать лоу поле модель понятное дело и в лоу поле модель у нас такой фаски не будет так вот чтобы игроку который будет играть в игру показать что тут эта фаска на самом деле то есть мы ее берем и переносим с хай поле на лоу поле не меняя вообще полигонаж лоу поле ну самыми простыми словами вот у нас есть плоскость и давай какую-то такую сделал это типа угол 90 градусов вот это угол 90 градусов и это нашло поле а вот такая вот будет значит хай поле то есть это угол уже не 90 градусов это обычная фаска да такая закругленная так вот ну мнимые такие лучи да вот будут исходить отсюда это лучи которые будут при запекании влиять на нашу модель так вот у лоу польки вот такая вот 90 градусов значит и лучи из нее тоже вот так вот вылазит так вот каждый этот луч он попадает и на хай поле модель и вот куда он попал луч лоу поле вместо хай поле модели то ну та информация и запекается в это место куда этот луч попал это прям самыми простыми словами поэтому у нас на вот этой вот плоскости и на вот этой плоскости уже идет как бы заворот нормали то есть у нас идет заворот нормали не там здесь заканчивается силуэт да вот это вот формы перепадает а там где вот начинается уже плоскость то есть тут фасочка на хай поле то пошла уже а на лоу поле тут 90 градусов поэтому здесь когда фаска заворачивается это начинается на лоу поле еще в момент плоскости да вот здесь вот лучи схватываются и ну все эта информация отображается на карте нормально только но это работает вообще везде на любой бугриста поверхности там морщины вы скульптите или там еще что-то более приличное короче неважно так работает карта нормально она просто перепекает всю детализацию sky поле на поверхность но поле модель вот так вот это самыми простыми словами я объяснил короче теперь важный нюанс карта нормально она разделяется на normal map open gel и direct x так вот open gel и direct x отличаются друг от друга тем что у open gel и один y у direct x другой y y это зеленый канал так вот если мы будем подключать например в unreal engine normal map open gel хотя unreal engine по дефолту воспринимает normal map и direct x а вот так вот если мы подключим не ту карту на open gel и вскую в андрею то у нас все выпуклости то есть все углубления за которые отвечает y ну короче y отвечает за то куда направлены нормали вверх или вниз вот поэтому если мы закидываем open gel normal в unreal engine который схватывает direct x то у нас получается инверсия y вот и мы видим некорректное отображение нормально допустим вот у нас есть кирпич блин как же вам показать кирпич ну короче ё-моё вот короче с едва кулака вот так вот сделано и на стыке вот этих вот кулаков мы видим такую фаску вовнутрь так вот если мы подкинем инвертированную нормалку то у нас это будет не вовнутрь а короче наружу вот так вот это будет выглядеть это будет смотреться неестественно то есть у нас цемент который между кирпичами он будет наружу вываливаться вот хотя такое тоже бывает но нужно изначально делать так как нужно они просто потом как-то это все ухалтурить поэтому следите за этим в блендере open gel нормалка сразу говорю в unreal engine и direct x нормалка и за этим нужно следить когда вы будете и запекать и экспортить текстурки и собственно спа интера если вы если вы напутаете то у вас просто будет некорректное отображение придется флипать y флипать y этой вот как это проще всего сделать photoshop и можно это сделать ну либо в движке там и нажать flip flip какой-то там ну короче я не помню как flip green channel вот так называется либо в блендере в нодах можно создать просто кривые и зайти в зеленый канал и ползунки местами поменять тот который внизу наверх а который вверху вниз ну так вот тогда у вас как бы их перевернется его значение за инвертируется так скажем и будет у вас вы сможете переконвертировать из open gel в дарит x нормалку все супер ребята я не знаю наверное тут наговорил очень много информации поэтому можете конечно же переслушать мы пойдем дальше ну еще могу вскользь сказать что оси z это сразу ось осуждения ребята мы про нее даже разговаривать не будем поэтому расскажу сразу про x это нормально направлены влево или вправо y это вверх или вниз все world space normal хорошо мы 13 минут я рассказал только про нормалку ребята это конечно вообще ну я не знаю короче двигаемся дальше world space normal карта нормалей не по локальным нашим координатам а по мировым ну из самого названия понятно что это та же самая нормалка только она не влияет на не учитывает локальные координаты вот эти вот всякие силуэты нашей модельки зачем она нужна она нужна для того чтобы в substance пейнтере например где мы красим показывать куда будет отражаться свет вообще эту карту использует генератор world space normal так он и называется я им пользуюсь в основном для того чтобы добавить пыль которая типа сверху вниз падает и и все все плоскости которые на который падает цвет грубо говоря да с севера на юг который задает как бы world space normal они посвящиваются белым на маске и я могу маскировать область на которую попадает пыль вот так вот так что эта карта и и мы не скипаем ее мы оставляем скипаем только оси z ребята это сразу мимо сразу на мусорку сразу флягу ей сносим дальше позицию карту позицию она это короче грубо говоря то же самое как world space normal только немного иначе это совсем другая текстура так что не сравнивайте ее эта текстура она содержит градиенты снизу вверх слева направо справа налево не вот эти вот типа куда отражать свет и тому подобное что как бы world space normal да за это отвечает а это просто градиенты от белого к черному или черного белому не важно мы тут не расисты короче зачем она нужна тоже она используется в генераторах для покраски например вот у вас есть я реальный за скульптинг чувак такой вы меня красить вы хотите мне сделать так чтобы у меня в ногах было прям такое болот болотная земля такая вот прям я такой в лужу вступил реальную а сверху я был чистый и вы хотите сделать градиент снизу вверх типа внизу белая вверху черная как это сделать ну самый такой примитивный способ это мы берем создаем маски филлер на него накидываем градиент у этого филлера вырубаем не по юви координатам до наложения а либо три планарную либо планарную и растягиваем вдоль всей модельки этого можно избежать это достаточно долгий способ удаляем короче это филлера нам тоже не нужен его в мусорку сразу же туда газетки этой и что делаем дальше создаем генератор значит генератор позишен так он и называется как и вот эта карта до позишен и там есть ползунки top right точнее top bottom left right и и тому подобное так вот вы ставите тот ползунок который отвечает на направление градиента снизу вверх все и у вас получается градиент по всей модели он уже растянутый то есть вам не нужно вручную растягивать эту картинку до градиентную которую вы там закинули филлер у вас уже есть генератор который по мировым координатам накидывает градиент на всю модель в разные си которые вы хотите использовать его там для чего угодно для затенения от пола к верху для выцветания сверху вниз это неважно двигаемся дальше и дальше у нас идет в них вы не покеряйтесь что ребята еще одна карта которая которая используется в бейке называется на короче то есть курва курва или же короче эта карта она используется тоже при текстуринге она не идет там как-то в движке да там нормал к этому подобное она используется для того чтобы нанести например маску на края на выступы на впадины объекта в общем вы уже наверно сами догадались если уже запекали то есть вы знаете что карта к врачу она отображает все выступы и впадины белым и соответственно не белым цветом вот у этой карты есть под карты так скажем из которых она грубо говоря состоит это конка вити конвексити и к вити к вити это карта в которой присутствует затенение впадин и осветление наружных частей дальше идет конка вити конка вити или конвексити я уже не помню какая какая там реально конка вити да я уже марма сети нет раньше была вроде как сейчас ее нет но я все равно расскажу про нее значит конка вити это затемнение впадин без высветления там этих вершин там подобное а конвексити это осветление выступов вот так поэтому к вити это грубо говоря конка вити и конвексити в одном поэтому если хотите пиките к вити но я ее давно не пику я уже рассказывал я пику только curvature потому что из нее можно вытянуть отдельные эти конка вити конвексити что угодно там есть в генераторе edges потом босс и еще что-то короче другое там ну я щас скриншот прикреплю и если вам нужно будет сделать до изолировать как бы конвекси или конка вити из карты к витчу то можете это сделать с апстанспейнтере не запекая их отдельно опять же таки они используются для маски дальше идет карта это тыкнесс это значит ну не толщина я это не назову толщиной плотность вот типа типа плотность это можно назвать на в общем карта тыкнесс она отображает где у нас плотно а где у нас объемно так скажем не не плотно это грубо говоря вот если вы за ухо поставите там источник освещения например то он будет просвечивать кожу ухода потому что там кости нету на просвечиваться насквозь вот и потому что ухо она как бы не плотная но если мы вот так вот руку поставим то я же через нее не просвечиваюсь потому что она плотная так вот тыкнесс делает то же самое он показывает места которые у нас плотные и не плотные как это понять чем ближе друг другу полигоны тем не плотнее они то есть если вот у меня один полигон и 2 они на большом расстоянии и свет попадая сюда он как бы раз при распыляется в эту ну вот это пучок света который падает да там от вашего там источника освещения который вы рендерите он попадает вот на эту плоскость и распыляется в этой емкости внутри до всего меша если плоскости друг от друга далеко то вот этот распалить распыленный свет он не дойдет к следующей плоскости она не будет посвечиваться как бы изнутри вот так но если же у нас достаточно близко плоскости находится то свет который попадает сюда он может сразу же отсюда и ну вылезти потому что они друг но они рядышком находятся опять же таки это если у нас плоть какая-то кожа да или там лист бумаги или там силиконовый какой-то поверхность да то есть то что может в принципе в природе просвечивать свет вот так то есть это 100 слоев воска грубо говоря да чем больше нас слоев тем меньше на просвечивается тем больше у нас thickness все ребята я не пользуюсь этой картой сразу говорю потому что ее в основном используют для текстурирования персонажей я не персонаж ник я ей не пользуюсь теперь про следующую карту это ambient occlusion это такая же карта по важности как normal map ну и такая же полезная как кирвичур и позиция вот что она делает ну про нее вообще очень мало слов расскажу эта карта показывает тени локальные тени объекта то есть у нас объектом где-то в космосе и у него как бы свет на него светит со всех сторон почему объект в космосе потому что его ничего не окружает то есть пустота вокруг но свет попадается всех стран источник освещения это сфера большая он помещен в эту сферу которое на него светит со всех сторон и этот объект будет на стыках своих же собственных частей давать тень вот так и мы эту тень запекаем для того чтобы ну эта тень она в углублениях до в углублениях что у нас были всякая может забиваться там ржавчина может забиваться еще что-то и поэтому мы инвертируем вот эту тень чтобы она была не черной а белой у нас на текстурки и это белизна которая от образа отображается у нас маски будет служить как бы областью в которой будет помещаться наша пыль которую мы будем насыпать вот так вот это вот для этого используется и бенда клюшим но еще если мы добавляем его просто как отдельно домой мультиплаем если мы его добавляем отдельно на в цвет материала до в бейсколы подмешиваем то у нас моделька становится более объемный что приведет ей больше такой красоты переходим дальше у нас предпоследняя бейк карта это материал айди материал айди и есть еще объекта иди и верта скалор но про них я прям очень мало расскажу в раскол в основу про материал айди значит что это такое это цветная карта в отличие от ложки тыкнесса курватуры и позиция то есть все карты под этот позиция курватура тыкнесс а он это черно-белые карты они используются для маски они не нужны быть они не должны быть цветные потому что мы их нигде не будем использовать они мы их не будем в цвет добавлять нам подобно а материал айди это цветная карта зачем она нужна потому что вот мы запекаем доп допустим у нас есть на хай поле plane с кнопками очень много маленьких кнопок отбивать которые нам не нужно на лоу поле допустим да и чтобы мы смогли их за текстурить эти кнопочки собственно свой интере нам необходимо сделать на них маску мы же не будем каждую кнопку так вот кисточкой тыкать кликать по каждой круглой кнопочки и говорить там собственно что вот эту кнопочку пожалуйста отметь на маске белой чтоб я мог ее покрасить мы так не будем делать поэтому мы запекаем материал айди который красит эти кнопки хайпольные в рандомные цвета там зеленый синий неважно и после чего после чего значит мы можем пипеткой выбрать этот цвет там зеленый выбираем и материалы которые отмечены зеленым цветом они у нас сразу становятся белыми в маске вот так то есть мат один нужно для того чтобы запекать для запекания для упрощения значит ой какой запекали для того чтобы текстурить для упрощения нашего текстурина вот так вот как его запекать я тоже рассказал в видео про бейкинг также ребятушки вы думали что вы так легко отделались я вам еще раз говорю там до сих пор висит вот это вот иконочка переходим и смотрим обязательно и даже если ты мне хочешь сказать что ты и так это все знаешь поверь дружочек я там вообще такую информацию крышесносную расскажу о которой ты ну ты просто я не знаю ты потом эту информацию выйдешь на улицу откроешь там окно например за ореша и там все люди будут так вот на тебя смотреть и будет новым восхищаться то будет потому что они они тоже прозреют так что я тебе гарантирую что ну там сразу там вообще там фляга слетает напрочь поэтому давай быстро шуршать вон туда и пересматривать еще раз тоже те кто смотрели как на тушки пересматривайте я вам отвечаю следующая карта которая у нас запекается это альфа маск альфа маск это ну это не сигма маска это не бета маска то есть это альфа маска ну она такая попроще я бы сказал то есть ей еще до симы далеко но в любом случае она нам нужна для того чтобы мы показывали где объект прозрачный а где нет например у нас есть там металлическая сетка мы же не будем на лоу поле отбивать каждую ты да тот прутик конечно же нет но мы можем это сделать но нам это не нужно делать потому что это много полигонов на это уходит этот не выгод поэтому мы запекаем альфа маску чтобы показать лоу польки где у нас будет прозрачность просвечиваться геометрия где не будет вот и все то есть белым она показывает объекты которые не просвечиваться черным показывают пустоту вот так и вот эта пустота будет служить тем что в движке она будет говорить ему что просвечивай вот это вот вот эту область вот и все ребята я рассказал вам про бой карты не прошло и 27 минут 16 секунд потому что я там по нарезал это видео понятно где у вас внутри на 3 на 2 минуты меньше так что я вам гарантирую что я справился можете уже за это лайк поставить если уже поставили пожалуйста отожмите его обратно и поставьте еще раз я буду вам признателен что делаем дальше рассказывай про карты экспорта карты экспорта это карты которые идут уже в движок непосредственно карты бейка нам нужны для того чтобы подготовить модельку к текстурингу как только мы ее потекстурили мы экспортируем другие карты для того чтобы использовать их потом уже в движке значит расскажу про вам вам про два пайплайна это metal roughness и specular glossness metal rough использую такие карты как base color metallic roughness аошку и нормал spec gloss diffuse specular glossness аошка и нормал вот так теперь поподробнее это не туториал как красить под эти пайплайны потому что информации еще больше тут вы найдете в других источниках просто перечисления карты что не тучи base color до рассказу про metal rough у него base color этот цвет ну грубо говоря цвет то есть моя футболка такая темная да это тоже быть color стул у меня кресло деревянное это понятно ну короче вы сами догадываетесь за что отвечает base color теперь металлик металлик это грубо говоря тоже маска что я альфа маска только она показывает непрозрачные места а места которые будут иметь свойства металла которые будут отражать цвет также как металл которые будут просто ну я не знаю ну фотогеничные в движке поэтому металлик битах где белый металл там у нас значит отражение идут металлические там где не белый металл там у нас не металлические отражения если у нас металлик в металлрафия будет какой-то серый То отражения будут полуметаллические И это, конечно, плохо Но я вам вот что скажу Самый нижний слой, который у вас отвечает за металл Он должен быть в единицу выкрученный А пыль, которую вы сверху наносите Пылюка, да, если она там градиентная какая-то Она же не металлическая Поэтому она будет вам этот металл окрашивать в серый такой То есть пигментацию добавлять небольшую И у вас уже там будет полуметаллическое отражение Если так, то это норма Но если у вас сам материал металла Какой-то там полусерый Но тогда, ребята, все, это гоньба Сразу, можете, я не знаю Ну, блин, просто удалять аккаунт с ютуба свой И идти на завод крутить гайку Потому что, ну, такого вообще не позволительно Что делаем дальше? Дальше рассказываем про равныс Это карта шероховатости Она объясняет движку Где, значит, у нас идет преломление света, да То есть если у нас свет заламывается Как от зеркала, такой ровный луч В таком случае у нас равныс выкрученный вообще в ноль Если у нас свет падает и рассеивается по плоскости Значит равныс в единице Вот так вот Поэтому это тоже учитывайте Но я рекомендую использовать равныс от 0.2 до 0.9 Все, что выше или ниже Это уже будет так себе отображаться Не как в реальной жизни То есть Поверьте мне, просто на слово Вот так вот Да, карта шероховатости Матовые, бликовые места Вот так вот Она там все Она тоже А, да, потом, короче, расскажу Пока не буду вас путать Алоэ и Нормал Я про них уже рассказал Переходим к спекглоссу Значит, диффуз Это то же самое, что бейс колор Поэтому все Ну, я про это рассказал Скипаем Спекглор Это как карта металла Только она еще может иметь цветовую вариацию Небольшую Что она означает? Значит, это металлик, смешанный с бейс колором Вот и все За что отвечает цвет в этом спекглор канале? За цвет отражения Вот так вот То есть, если у нас металл белый Он либо белый, либо черный, да Ну, там серые градации еще есть Металл в металлрафе Он отражает всегда белый блик И только Если, ну, если у нас там Свет белый, да Он светит на поверхность металлической Металлрафе То у нас блик белый Но в спекглорглосоносе Если у нас, например, это Там золото какое-то Или еще какой-то металл, да Который имеет отражение другие Там медь, например То уже Спекглор будет Мы там немножечко крутим ползуночек Да, там цвет добавляем И у нас теперь отражения От белого света Будут не белый блик А такие желтоватые Там Может быть, там, оранжевый Ну, смотри, какой вы дадите цвет Глоснесс Глоснесс это то же самое, что Рафнесс Только инвертированная Вот То есть, рафнесс это карта шероховатости Чем больше значение рафнесса Тем шершавей Чем Оглосность Это карта Бликовости Вот так вот я это могу назвать Чем белее, тем бликовее Все просто Все максимально просто И последнее, что я хотел сказать Смотрите У нас есть такие штуки Как sRGB Поэтому очень важно Учитывать эту вещь Когда вы подключаете карты В Marmoseite Там, в движке Где вы будете рендерить Это не важно Значит, sRGB Отвечает за восприятие Движком этой информации Если у нас sRGB галочка Включена Это означает, что Эта карта Она Вот у нас есть Текстура, да Это 4 канала Синий Красный Зеленый И альфа канал Если у нас Идет бейс колор То он вмещает Все, вот эти Все 4 карты Если там Альфа канала нет Если у нас моделька Непрозрачная То альфа канал Просто черный Вот и все Но он тоже присутствует Если у нас Ну, это если мы Это будем так экспортить Понятное дело Если мы альфа канал Не будем включать В пресет экспорта То мы его не заэкспортим У нас будет 3 карты Все И это как раз таки sRGB Потому что Все вот эти цвета Синий, красный, зеленый Они смешиваются между собой И получается цвет Вот Который мы видим Поэтому Бейс колор Это карта цвета Она должна быть С sRGB Вот Если мы Говорим про Арафнесс Оошку Да, или металлик Эти карты Они не sRGB Это линейные карты То есть Это черно-белые карты Они не несут в себе Информацию цвета Поэтому в мармасете В В этом Как его В нереальном Мы должны Выключать галочку sRGB На этих картах Потому что Эти карты Линейные Они Не должны Нам Подмешивать Каналы Которые у них есть Если мы Экспортим эти карты Вместе То есть ОРМ Так называемая ОРМ Это Occlusion Roughness Metallic Мы экспортим Эти три карты В одной В одной картинке Мы разбиваем Occlusion В красный канал Потом В синий канал Ой В зеленый канал Roughness И в синий канал Metallic И если Ну Понятное дело Что получается Какая-то там Оранжевая текстура Эта текстура Просто Она смешивает Все вот эти каналы Так вот В Мармасете Или Unreal Когда мы их Подключим Нам нужно им Дать понять Что Бери Из этой картинки Только информацию С одного канала Потому что Каналы Когда они Смешиваются Они Образуют цвет Вот Если Каналы взять По отдельности То это Черно-белые Картинки Вот Это Грубо говоря Маски цвета Маска красного цвета Маска зеленого цвета Маска синего цвета Если их соединить То у нас получится цвет На Roughness АОшке И медалике Нам цвет не нужен Поэтому Мы даем Понять движку Что отдели Вот эту картинку ОРМ Нашу одну картинку На три канала На Красный Зеленый Зеленый И синий Вот И В красный канал Это будет Roughness Мы подключаем Красный канал В Roughness Потом В зеленый Ой Какой Ё-моё Что я уже сказал Красный канал Это будет Ambient Occlusion Зеленый канал Это будет Roughness Металик Это будет Я что-то наплел Такого интересного Но я надеюсь Вы меня поняли Короче Да Вот такие вот дела То в каких каналах Будет лежать карта Это уже вам решать Вы можете сделать RMA AMR То есть это не важно Просто порядок букв Означает Где находится В каком канале Находится Та или иная карта Вот так Поэтому Отключайте галочку SRGB на карте ОРМ Все так просто Если у вас отдельно За экспортчены карты Там отдельная Roughness Картинка Отдельная Металлика И ложка То тогда Включайте Или выключайте SRGB Это ничего Вам никакого Жультата не даст Потому что В одной картинке У него и Roughness Ну если это черно-белая Картинка То у него Там канал Красный Зеленый И синий Они белые Или серые И когда они смешиваются Между собой Получается белый Или серый Вот так То есть там градиентов Нету Там все достаточно Примитивно Вот Поэтому Это вы должны Учитывать Если непонятно Попробуйте сделать Это сами С этой галочкой SRGB Ну а я наверное Буду заканчивать Ребята Потому что У меня уже Ну слюни Накопились Во рту И мне Чтобы не прерывать Мой флоу Мой поток Словесный Мне нельзя Глотать Я хочу с вами Быстро попрощаться Чтобы проглотить Как бы комок Вот этой вот Ладно Не буду говорить Чего С вами был Вагалюк Я все-таки Это сделал Короче Подписывайтесь На канал Еще раз Самого Это повторяю Делитесь этим Видео С ребятами Каналы Телеграмные Которые Репостят Мои видео Ну я даже Не знаю Благодарить вас Или нет Наверное Поблагодарю И все Ребята Которые Оставляют Комментарии Особенно Спонсоры Моего канала Тоже Вам вообще Я не знаю От края земли За вас Выпиваю Каждый день От края угольного Камня Так что На вас Держится Как бы Этот канал Ребятушки Вы это знаете Все Всем спасибо Всем Как бы И пожалуйста Поэтому буду С вами заканчивать С вами был Боголюк Всем удачи Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok